Девушки отдыхают Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги. Вы в студии передачи «Что делать?». Я ее ведущий Виталий Татьяков. К каждую передачу я начинаю почти ритуальную уже фразу о том, что мы обсуждаем здесь проклятый вопрос русской истории и современности. Вот сегодня, безусловно, на мой взгляд, один из таких проклятых вопросов перед нами стоит. Проблема фундаментальнейшая. Собственно, из местного самоуправления родилось государство когда-то, потому что там несколько тысячелетий назад ничего, кроме местного самоуправления, собственно, и не было. Потом там через античный полис в местном самоуправлении выросла, вызрела современная политика, отделилась государственная политика от этого местного самоуправления. То есть, вообще говоря, истоки современной цивилизации, как политической, они в этом местном самоуправлении лежат. Но вот что в России-то с этим происходит, как нужно понимать проблему местного самоуправления у нас, и как ее нужно решать. Об этом сегодня и поговорим с моими гостями. Как всегда, первый вопрос для короткого ответа. Я понимаю, что коротко на этот вопрос не ответишь, но постарайтесь, чтобы мы вот прояснили позицию, отчасти терминологию, ваше понимание этого терминова. Что для вас означает местное самоуправление? Давайте примитим на основном к российскому опыту говорить. И два-три принципиальных момента, которые делает этот институт крайне важным для всякой страны. Евгений Емманович. Значение местного самоуправления, тут, я думаю, вы все единодушны, я полностью поддерживаю то, что вы сказали. Для России исключительно важно, учитывая ее огромные масштабы, огромные расстояния между населенными пунктами, низкую плотность населения, необходимость стороны этого населения на местах решать многие местные проблемы природопользования, социально-экономического развития, не всегда имея возможность обратиться к центру за советом, может быть, даже. Да и не всегда это нужно. И не всегда это нужно. Что может знать центр о местных проблемах конкретных? Совершенно верно. Поэтому местное самоуправление – это инструмент развития, инструмент мобилизации собственных ресурсов на местах. Максим Анатольевич. Ну, здесь есть некая проблема. Конечно, хотелось бы, чтобы государство действительно родилось из местного самоуправления, чтобы именно местное самоуправление передавало какую-то часть функции, вот как уже говорилось, на государственную политику, создание армии и так далее. Не будет заниматься этим местным самоуправлением. Но у России, к сожалению, традиция совершенно другая. Я вот приведу слова Столыпина в одном из заявлений в Государственной Думе. Он сказал, как в России до Петра Великого, так и в послепетровской России местные силы, он говорил о местном самоуправлении, всегда несли служебные государственные повинности. И вот наш идеал местного самоуправления. Это я про... это цитата. То есть это совсем уж не демократическая точка зрения. Совершенно, да. Вот великий реформатор Столыпин, он совершенно четко, вот, как бы, определял, что такое для него идеал местного самоуправления. Вот, к сожалению, у России такая традиция, но, конечно, уже и, ну, с начала 90-х годов большинство реформаторов, в общем-то, обращало внимание на то, что местное самоуправление вот должно отвечать, ну, не знаю, что, современным требованиям, что ли. Вячеслав Хриньев, у нас сегодня два Вячеслава Леонидовича, так что сначала вы. Ну, я как представитель районной школы в экономической и социальной географии исхожу из того, что... Районная школа, это, поясните. Вот я как раз поясняю, то есть, исхожу из представления о том, что реально существуют районы различного иерархического уровня и реально существуют адекватные им территориальные общности населения. И, коль такие территориальные общности населения на различных уровнях существуют, то, безусловно, есть предмет для их самоорганизации и возникновения местного самоуправления. В то же время я согласился бы с Максимом Анатольевичем, что местное самоуправление – это все-таки для достаточно продвинутых общин. Это скорее все-таки идея городская, а не сельская. А вообще-то говоря, хоть население Российской Федерации сегодня лишь на 25% сельское, но это 95% территории. И вот как этой частью управлять, где в среднем 40% пенсионеров, а во многих местах гораздо больше, где колоссальный дефицит кадров просто, где неизвестно, откуда брать эти финансовые ресурсы, а если нет самофинансирования, нет и самоуправления, потому что мы знаем, кто заказывает музыку, кто платит, тот и музыку заказывает. Николай Николаевич. Местное самоуправление – результат веры в то, что человек может повлиять на свою судьбу. Это альтернатива социальному иждивенчеству. Знаете, царь-батюшка все решит. И анархия. И анархия в том числе, только с другой стороны. Крайность. Да. И, конечно, в наших условиях это единственный способ реальной формирования гражданского общества. Вячеслав Леонидович, второй у нас гласочек. Да, пожалуйста. Мне кажется, здесь очень важно говорить именно о российских условиях. И здесь местное самоуправление, на мой взгляд, это идеал, это задача, которую нужно решить. Но граждан для ее решения пока в большом дефиците находятся. И, с моей точки зрения, очень важно сегодня видеть, что это право, это право надо защищать, но не вменять как обязанность, к чему сегодня склоняет законодательство. Потому что, я не хочу повторять то, что уже говорил мой полный тезка, нет еще в достаточном числе мест, ресурсов для реализации этого права. Но право должно быть священным. Понятно. Ну вот, хотя здесь все сторонники развития, очень интенсивного развития местного самоуправления в России, нюансы в ответах мне показались довольно такими разбросанными. Потому что, что значит местное самоуправление, то право, которому нужно еще доказать свою возможность, или свое искусство этим правом воспользоваться. Или свое желание. Или свое желание. Но жизнь на местах, она все равно развивается. Осознаешь ли это право или не осознаешь? Все равно там, где возникло три двора, кто-то становится главным, как авторитетная личность просто. С какого-то момента он может занять какие-то официально-функциональные обязанности. Вот эти три двора решили, что наш спор будет решать вот этот в этом году, а в следующем. То есть оно возникает без всякого желания там государства. Другое дело, в каких формах возникает. Ну давайте поговорим об этом. Вот какие главные проблемы вообще и конкретно сегодня применительно к России. В чем здесь, несмотря на многие разговоры о том, что его нужно налаживать у нас и укреплять, почему тут не все получается. Иногда, мне кажется, что вообще ничего не получается. Создается какое-то впечатление, что вот это нечто важное, хорошее, но в России никем не востребованное. Это не так. Другое дело, что прямой связи между возможными выгодами от реализации местного самоуправления и сегодняшними проблемами значительная часть граждан, не говорю слово «население», граждан не ощущает. Хотя то, что происходит сейчас в связи с образованием товариществ, собственников жилья, это знаковое событие. Я часто встречаюсь с представителями этих товариществ. Это нечто совершенно и качественно иное. Люди, получившие собственность, в том числе коллективную, жилье совершенно иначе, уже через полгода начинают смотреть на то, как они могут реализовать свои потребности. И они выходят на понимание нужности реального местного самоуправления. Я говорю о Москве в данном случае. Этот процесс уже идет. И сегодня очень важно ему не препятствовать и услышать тех, кто требует, скажем, выборов глав районных управ в Москве. Не только в Москве. Я думаю, что то же самое происходит и в Санкт-Петербурге, и в Туле. Сегодня, когда завершается практически строительство властной вертикали, появится колоссальный соблазн и требование со стороны глав субъектов федерации местное самоуправление по смыслу ликвидировать. Местное самоуправление – глава Конституции. Отдельная глава Конституции. Совершенно верно. Не просто одна статья. Да. Глава небольшая, четыре статьи. Ключевая позиция. Местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью. Все функции собственника перечислены. И далее. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления через выборные и другие органы местного самоуправления. Таким образом, кстати говоря, в отношении местного самоуправления жестко закреплено, что должны быть выборы. И я думаю, что те попытки, о которых я сказал, наткнутся вот на эту статью Конституции Российской Федерации. Да, причем, по-моему, это важно отметить, что многим кажется, что если местное самоуправление развитое возникнет, оно непременно начнет заниматься какой-то политикой. Вот на местном партии, митинге, в защиту тех... Это местное самоуправление совсем для другого. Столько политические проблемы вообще не интересуют, насколько я понимаю. Оно не для этого... Оно должно интересовать. Ну, и оно возникло так, как вне политическое, отделив от себя политику с какого-то момента. А если то, о чем вы говорите, произойдет, то лозунги на этих митингах будут совершенно конкретные и приземленные. Например, мы заплатили местный налог, куда пошли деньги. В отличие от уровня субъекта, тем более страны, рассказать гражданам, живущим на территории поселка, что деньги направлены на... Обеспечения коловращения в махинах уже не удастся. Люди заплатили земельный налог. Люди заплатили налог на имущество физических лиц. Они хотят знать, где эти деньги, и они точно знают никакие аргументы. Не принимаются, что этих денег нет. Школа не построена. Да, пожалуйста. Здесь есть все-таки два очень важных обстоятельства. Первое. Николай Николаевич говорил о ТСЖ. Я знаю эту тоже практику недурственно. Мучительно идет их становление, даже там, где люди обрели за свои деньги собственность. Половина в среднем не желает принимать на себя обременение, связанное с собственностью, ответственностью. Продолжает быть в этом отношении с советскими жековскими людьми. И это очень тяжелая школа, которую еще предстоит пройти. И второе. Все-таки в российской традиции, как вообще в средневековой традиции европейской, есть граждане, которые выбирают и имеют средства, есть лучшие граждане, которые выбирают и имеют средства. Пока у нас ситуация, если говорить о малых городах, такова. Действительно, есть феномен с местного самоуправления. Но он подпольный. У нас здесь печальный российский опыт. Это не должно нас обессиливать, но учитывать его надо. Когда в городские думы после Великой реформы проходили выборы, даже скукоженные после Александра Третья и прочее, в той же Москве лишь половина имевших право голоса воспользовалась этим правом. В Петербурге происходило то же самое. Извините, я сейчас активный, естественно, участник голосований на федеральном уровне, в Москве на региональном, но когда заодно проводятся и выборы, я даже не знаю, как они называются, потому что я вообще не вижу ничего для себя от их существования. Это коренной вопрос. Если население поймет, что оно получает что-то в результате этого выбора, в результате реализации и идей, и принципов местного самоуправления, конечно, оно активно включится. Вот эти всякие, вот опишем вот эти принципы. Допустим, возьмем какой-то маленький, небольшой город, потому что в Москве, да, о таких гигантских городах отдельный разговор. Вот, ну, основные принципы, я так понял, что, ну, некая законодательная база, второе, значит, финансы, средства, которые собираются за счет вот этих местных налогов, и, видимо, за счет того, что вообще сами граждане могут решить, помимо налогов обязательных, решили собраться, собрать деньги на что-то. Это не запрещено же? Нет, это, наоборот, это, как бы, это рекомендует, рекомендовано. Да, а что еще дальше? Вот какие еще? Вот я просто хотел бы сказать, здесь впрямую не говорилось, но на самом деле, с моей точки зрения, самый тяжелый и вообще реформ, особенно местного суммородания, это вопрос кадров. А кто умеет это делать? Вот таких людей практически, ну, хватит, если на четверть уже хорошо. Второй вопрос, это ресурсы, но вот деньги, то есть тут можно много рассуждать, там есть различные способы, можно там арендные отношения, там много-много. Разрешено почти все, чем можно заниматься. В смысле, вот этим законам, которым... Да, 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 и тот, который был, и тот, который, вот, 131-й, который сейчас, там много чего разрешено, там расписано, по-моему, по 20-30 пунктов, вот, как добывать деньги и как их тратить, кстати, тоже регламентированно. Вот, но еще есть третий вопрос, это вот, опять мы на него вышли, это желание, а кто, собственно, хочет? Я думаю, что мы не можем забыкаться вот на желание. Желание – это функция, так сказать, осуществимости тех или иных намерений. Но сегодня местное самоуправление осуществляется официально, в соответствии с законодательством, избранным местом органами самоуправления, представительными и исполнительными. И эти органы активно работают. Эти органы, тут речь не идет о желании, тут речь идет об ответственности. Но местные власти убедительно показывают, что сегодня для того, чтобы выполнять тот объем полномочий, который спущен в соответствии с федеральным законодательством на места, он не может быть выполнен, потому что мы отчетливо сегодня фиксируем устойчивую тенденцию постоянного перераспределения получаемых в результате сбора налогов средств с местного на региональный и, самое главное, на федеральный уровень. Вот это очень понятная проблема. Не хватает денег. И центральная власть, судя по всему, хочет оставить там минимум по каким-то причинам. То ли думают, что разворуют, неэффективно будут использовать. Это очень понятная проблема. Тогда возникает вопрос о других альтернативных возможностях. Это муниципальная собственность, это земля, как, так сказать, вообще недвижимость, часть недвижимости. Это возможность влиять на экономическую ситуацию в муниципалитете. К сожалению, здесь введены очень большие ограничения. Вот один из глав мне сегодня сказал, Евгений Матвеевич, а ведь что я могу сегодня иметь из земельных ресурсов, которые, по идее, должны приносить мне в казну, в мою местную бюджет, в бюджет доход, кроме свалок и кладбищ. У меня ничего больше не осталось. А все остальное куда расписано? А все остальное это уже в частной собственности. Земля под промышленными предприятиями уже в частной собственности. Сельскохозяйственные земли, которые находятся в городской черте, в собственности. То есть проблема стоит очень остро. Да. Тут еще какой важный аспект, что ведь современные цивилизации становятся все более технологичны. И, строго говоря, вопросы местного ведения, которые население может само решить, не нанимая кого-то и, соответственно, не оплачивая этой функции, их становится все меньше, потому что ЖКХ, энергоснабжение, вся инженерная инфраструктура, транспортная инфраструктура, общекоммуникационная инфраструктура, это все требует специалистов, квалифицированных специалистов, кадры, за которых надо платить. Ресурсов нет. Страна бедная России. И понятно, что население будет бедным еще минимум лет 10-15, а может и больше. Я бы сказал так. Страна богатая, а население бедное. Население бедное. Поэтому рассчитывать, что за счет налогового времени мы сможем сформировать самодостаточные бюджеты местного самоуправления, мне представляется очень сомнительным. Я не понимаю, я хочу понять, как это в реальности функционирует. Отбросим пока большие города. Есть некая территория. Вот это есть территория этого местного самоуправления. И вдруг в некой фирме нужно провести газопровод или дорогу к своему одному объекту собственности из другого через эту территорию. Они говорят, да, мы вам дадим возможность провести эту дорогу. Но за такие-то деньги, и вот все эти деньги идут на развитие этого, этой территории. Так должно быть? Или как? Или как в реальности? Ну, если мало, так реально это и есть. Если говорить о территории, допустим, района, административного. Ну, как мало, гигантская Россия. Я имею в виду, где есть кому, откуда, куда построить. Там в Хантамансийском округе, например, так и делают. В значительной мере за счет корпоративного сектора решаются вопросы местного самоуправления. То есть это сегодня массовое явление. Если предположить, в нормальной ситуации есть на местах предприятия промышленные, которые нормально работают, прибыльно, дают доход, платят исправно налоги. Значительная часть этих налогов, больше или меньше, не суть важного в данном случае, поступает в том числе и в местный бюджет. И это создает финансовую основу для эффективной деятельности органов местного самоуправления по решению местных проблем социальных прежде всего. Но вся беда в том, что экономика в российской провинции сегодня находится в кризисном положении. Я с этим категорически не согласен. Такого понятия вообще не бывает. Понимаете, люди живут не на территориях, а в местах. И в одной и той же губернии, рядом, в 30 километрах, города, малые города, райцентры, живут в разных эпохах. Мы говорим о том, что является преобладающим на сегодня. Очень много городов, и больших, и малых, и даже сёл, которые можно привести как пример успешной. Вот как пример успешного. Понять, как может функционировать. Но в процентном отношении их немного. Какой-нибудь эпох Вестнево Самарской губернии. Райцентр небольшой. Уже пять лет тому создавшая команда группу стратегического планирования, как жить, когда кончатся нефтяные деньги по соседству. Развившее гигантское число, там больше 700 зарегистрировано малых предприятий. Это раз. Прозрачный бюджет. Это из местных жителей? Да, да, да. Местных, местных. Прозрачный бюджет, который до гвоздя и публикуется, и в киоске можно за копейки купить. Всё это и многое другое. Только и исключительно от этой команды. Политика не в смысле политиканства, а политика жилищная, дорожная, практическая. Вот в такой точке дают колоссальный перепад. Но Евгений Милович совершенно прав в том, что тут же рядом будет 20 мест, в которых об этом никто не думал. Оловянные глаза у начальства, лужа перед городским присутственным местом, мелкий бизнес. Ну, свиньи, правда, не видел, но... Бывает. Есть третий вариант, когда есть сильное относительно хозяйство, но это, по сути, владельческие города. Только неофициально. Когда, скажем, районный центр, де-факто район является всем и вся, и с полным удовольствием местных жителей. Вот какая-нибудь тошла в Оренбургской губернии, где фактически такой маленький Юрий Михайлович Лужков, покрывающий своей тенью всю территорию. Народ на него молится. Всё замечательно. Чужаков не пускают, деньги на строительство идут, кусты винограда перед заводом сажаются. На всё это находятся средства. Иными словами, до анекдота всё исключительно зависит от команды. Знаете, я хотел бы возразить. Да, конечно, кадры решают всё. Это банальность, и не будем повторять. Но в любом случае, на уровне федерального законодателя, необходимо установить определённый порядок, в рамках которого эти кадры решали бы то, что нужно жителям. А это значит поставить эти кадры в зависимость от результатов их труда не для своего кармана, а для жителей. Посмотрите на сегодняшний день, что происходит. Итак, налоги федеральные, региональные. Есть то, что идёт в бюджет, белые деньги. Есть серые деньги, которые в бюджет не идут. И в этом основной источник благосостояния местного чиновничества. Вот когда речь идёт о том, что местное самоуправление реально работает, а это его и хотел законодатель. У него есть реальный интерес смотреть, куда пошли деньги, кто и почему вдруг установил этому предприятию льготу. Николай Иванович, можешь мне отвечать? Я этого нюанса не понимал. Говорили, что здесь уже, что многие жалуются, вся земля находится в чьей-то собственности. Вот мы не можем... Да, у нас нет резерва, ресурса. Но в чьей-то собственности, но на твоей территории. Я с вами понял, что тут может быть владелец, суперолигарх, владелец данного предприятия, который всё равно находится на территории какого-то муниципального образования. Именно по этой причине он как собственник должен платить налог, а не арендную плату. Тогда получается, что либо у тебя есть этот крупный собственник, и ты должен просто по закону получать массу налогов, либо у тебя его нет, ну тогда у тебя свободная территория, и ты можешь порезовать туда варягов, кого хочешь. Но если это олигарх, как принято сейчас говорить, влиятельный, да, олигарх это деньги и власть, и он зашёл на уровень федеральный, или субъекта, и о чём-то договорился, то органы местного самоуправления, которые в этом случае лишаются реальных денег и должны иметь возможность это решение опротестовать, отменить, они должны быть в этом заинтересованы именно по этой причине и хотят достроить-то вертикаль туда. Вот здесь очень важное новое качество, по крайней мере я наблюдаю, я много работаю с городами и средними, и малыми, активный поход бизнеса в местные законодательные органы. В этом иногда бывают минусы, но в этом есть и огромный плюс, потому что качество обсуждения и принимаемых решений, и когда это балансировка сил, а не один монополий, но он может быть государственный, олигархический, неважно, один, он держит в карване город во всем мире все равно всегда, компани-таун не у нас, так сказать, родился. Это явление очень существенно, за ним начинается иной раз и привлечение экспертизы извне, экспертам, которым надо платить за это. Но это подготовительный класс школы. Потом, простите, во всем мире местное самоуправление датируется государством. Нет такого, чтобы налогов даже в богатейшей Голландии, чтобы хватало средств на всю совокупность социальной политики. И, конечно, я согласен с коллегами, законодательные рамки имеют гигантское значение, но разница в одном. Вот какое-нибудь любое самоуправление, ну, не знаю, окраина Филадельфии, маленький пригород. Пропорция будет такая. Налог с недвижимости, грубо говоря, 100 единиц, так называемый школьный налог, который берет совокупность социальных тысячи, то есть в хорошем местном самоуправлении, вы никогда налогами на недвижимость не обеспечите это развитие. Я задам конкретный вопрос на основе конкретного примера. Насколько местное самоуправление, в данном случае это не имеет отношения к тому, есть у него деньги или нет у него денег, правомочно решать вопросы жизни на своей территории. Есть некая территория, на которой живут люди, что часто тоже встречаются в России, одной примерно национальности, одной веры. И вдруг туда приезжают, кстати, вот местное самоуправление, он может регулировать миграцию на свою территорию? Я не знаю просто. Туда приезжает группа людей, небольшая, некой другой конфессии. И они хотят устроить свое молельное некое здание, некое культовое здание. И говорят, ну, построим некое большое культовое сооружение, и вот эти местные люди понимают, что объемы таковы, что этой небольшой группы, оно не для них, оно для большего числа людей. И думают, а вот мы хотим жить своим привычным образом жизни, и не готовы его менять. Вот, неважно, православные к мусульманам, мусульмане к православным, буддисты к иудаистам, иудаисты к буддистам. В России там это лоскутное одеяло. Вот местное самоуправление правомочно сказать, нет, нельзя это сделать. И вот, вот регулировать... Но правомочно не дать участок, что и делает. Нет, правомочно, это то есть это... Но согласовать выделение земельного удара. То есть это реальная власть, Это делается. Это может быть. Совершенно ведь не обязательно ситуация конфликтна. Как правило, она не конфликтна. Но вот, скажем... То есть на конфликте замеряется уровень полномочий реального. Вот я вам и приведу абсолютно конкретный пример. На границе Мордовии и Нижегородской губернии есть такое Ичалки. Райцентр небольшой. Куда... Очень много приехал армян. После известных, печальных событий уже тому получилось порядочно. Потрясающее изменение стиля жизни, масштаба услуг, расширение этого услуг. Появились услуги, которых никогда не было. И несмотря на частичные... Конечно, локальные молодежь, стычки, все это бывает. Но местное сообщество приняло это явление не просто как факт, а скорее как факт позитивный. И после этого происходит величайший знак. Перестают увозить покойников на родину. То есть если возникает кладбище, это означает, что конфликт... Ну, на время исчеркнулся. На время исчеркнулся. Просто не возник. Хорошо. Еще один вопрос. Ну, только косвенно его затронем, но он очень важен. Скажите, а в мегаполисе, вот в Москве, вообще, в Нью-Йорке, в Москве, но мы сейчас о Москве говорим, о русских городах, вообще может быть какое-то местное самоуправление, если может быть, что хотя бы теоретически, что это такое, вообще не представляю. Должно быть. Нет. Если оно... Может быть, в законе написано должно быть, но если оно, в принципе, невозможно... В законе не так написано, то это и дело. В законе написано, что такие субъекты Российской Федерации, как Москва и Санкт-Петербург, праве самостоятельно определить с учетом специфики. Структуру своего местного... Совершенно верно. И полномочия. А это означает, что все полномочия, то есть все деньги... Забрались... Оставили там выгул собак, снижение брачного возраста и прочее, прочее. Совершенно твердо убежден, что одним из проявлений права, реализованного права на местное самоуправление, является право избирать главу местного самоуправления. А как кто... В Москве как он называется? Николай Ильич, объясните мне. Нет. Я московский избиратель, а вы депутат от Москвы в Госдуме. Есть губернатор. Нет. Как называется глава местного самоуправления в Москве? Скажите мне, я москвич, я родился в Москве и надеюсь здесь закончить... Глава муниципального района является чиновником государственным, который замыкается на московскую вертикаль. Мэр правительства Москвы... Нет, я избираю вот эту главу муниципального района. Нет, конечно. А какое это тогда самоуправление? Это и не... Сейчас, сейчас, сейчас. Вот это будет... Замечательно, да? Почему Виталий Итович не знает, кого он избирает, а кого нет. Потому что в Крылатском, Виталий Иванович... Нет, потому что у меня есть возможность жить вне этого самоуправления неплохо. А если бы жил похожий, может быть, меня очень бы волновало это. Да. Итак, потому что орган местного самоуправления, который на бумаге существует, а его члены в открытую говорят, мы ничего не решаем, мы и прием населения по тому не ведем, что к нам люди приходят с просьбой, мы ничего решить не можем, мы не будем больше унижаться, и так далее. Так вот, есть периферия исполнительной власти, а есть вот этот вот, это моя точка зрения, муляж местного самоуправления, который на самом деле ничего не решает. Все решает реально глава муниципального района. А можно создать в Москве местное самоуправление? Можно и нужно ли? Можно и нужно, потому что в этом варианте, ну, вот такой вопрос, наружная реклама, да? Идете вы по улице, откуда вы знаете, вот эта реклама на самом деле белая? На этом доме она. Да, или серая. Попробуй на уровне города все проследить. Разрешение на розничную торговлю. И так далее, и тому подобное. То есть реклама вас интересует не теоретически, а конечно, платят налоги с нее, вот мне на этой территории. И кто дает разрешение? Если я член муниципального собрания, и я знаю, что от того, куда платятся эти деньги, зависит благополучие района, и мы можем кодовые замки поставить не за деньги, а бесплатно, потому что мы все это проверили, мы заинтересованы в этом, появляется мощнейший центр противодействия той самой коррупции, о которой сегодня говорят на всех уровнях. Статья замглавы Кремлевской администрации Суркова, все написано. Но вот, если люди заинтересованы в том, чтобы это все вскрыть, а это и небезопасно, если хотите, то тогда они этим занимаются. Если нет, если это муляж, а это и аренда земельного участка, под гаражик, под торговую точечку, и пошло-поехало. У меня еще такой вопрос, логично, отчасти вытекал из предыдущего. Нельзя не признать, кто бы и что на сей счет не говорил, что у нас сохранилась во многом советская система привилегий, под лозунгом борьбы с которой, между прочим, Борис Ельцин к власти то пришел, для чиновников, в том числе и тех, кто является избранными вроде бы от народа, но фактически тоже чиновниками. Система привилегий, имущественных таких привилегий, в том числе, как я представляю, большинство из них не живут в принадлежащих им на конкретной территории, находящемся в квартирах, там, домах, а живут на неких госдачах, там, я не знаю, городские дачи, каких-то еще. Вот это ответ почти очевиден, какие-то детали, наверное, интересные. Если я живу на госдаче, то дело не в том, что я хочу или не хочу ввести некое самоуправление, я просто не понимаю этой проблемы. Что это такое, и зачем вообще это нужно? Вот это существует или как? Если речь идет о федеральных чиновниках, то совершенно очевиден, во всяком случае, по факту, по сути принимаемых решений, значительный отрыв чиновников федерального ранга от той реальной ситуации, которая на местах обнаруживается. Вы находите вообще общий язык, или это так? Понимаете, информация есть, конечно, в центре о том, что происходит в стране, о ситуации в стране, о проблемах, о трудностях, информация есть, но этого недостаточно, надо ощутить остроту этой ситуации. Ну, например, вот можно сказать, что есть определенная динамика взаимодействия союзов городов, вот союз малых городов Российской Федерации с федеральными органами государственной власти. В первые годы начала реформ это взаимодействие было очень тесным, и взаимопонимание, и готовность понимать предлагаемые союзом проблемы была очень отчетливо выражена. А по мере изменения ситуации, по мере, можно сказать, возрастающей бюрократизации нашей жизни, интерес к контактам снижается? Опыт самоуправления местного в Царской России и в Советском Союзе, который, на мой взгляд, тоже был, он интересен, он используется сегодня, он учитывается, или он полностью отвергается, кроме как в теоретических разуждениях о пользе земства и там о культурных достижениях советской страны. Кто хочет сказать? Я могу сказать, судя по тексту закона, как он обсуждался, абсолютно не учитывается, не интересен, и как бы это сказать, вот то, что я приводил в начале цитату Столыпина, вот как бы это отвергается вот напрочь, потому что весь опыт, то есть вот, да, именно поэтому, она нам нужна. То идея, которой был заражен Столыпина, она осталась до сиху? Нет, наоборот, от нее хотят уйти. Уйти? Да, но ничего не получается, потому что, хотят уйти, но не получается. Да, но этот опыт-то был интересен, там, царский сайт. Поэтому и отвергается опыт, потому что он... Нет, но реально, все равно было самоуправление какое-то там, от крестьянской общины, которая как функционировала, доколхоз, который фактически был распределителем и образа жизни, и нравов, и земли. Я не вижу нигде в документах, чтобы... Я знаю только две, пока я знаю, две исследовательских работы, которые всерьез, наконец, взялись не на общих документах, а на реальных территориях проследить, как это происходило. Наше знание здесь близко нулю. На советский опыт, он... Он очень плохо изучен. В ощущениях. В личных ощущениях. Хотел промолчать, да, потому что уже так много говорил. Но, председатель райисполкома, а потом председатель районного совета. Реального самоуправления в нашей стране не было... В советский период. И раньше. Раньше и в советский период. Иначе бы ни революции 17-го года, ни событий 90-го года не произошло. Понятно. Задаю финальный вопрос. Очень простой, очень конкретный. В такой стандартной форме, но она позволяет показательные ответы часто получить. если бы вы завтра имели возможность на полчаса... Нет, не на полчаса, это много. На полторы минуты получить аудиенцию президента России, от решений, которые очень много зависят через всякие наши там, в том числе и представительные органы власти, по вопросу местного самоуправления. Вот полторы минуты. Здравствуйте, до свидания. И, в общем, осталось несколько секунд для того, чтобы сказать, господин президент, нужно сделать вот это и вот это. Две фразы. А дальше уже идет президент соседней или не соседней большой страны, ему отведено больше времени, а вам полторы минуты. Что бы вы сказали? Что нужно сделать? Пожалуйста, Евгений Манулович. Я бы сказал, что федеральная власть должна создать условия для развязывания, максимального развязывания инициативы на местах. Максим, Иван Анатольевич. Значит, первое, что я бы сказал, чтобы вообще местное самоуправление не умерло, оно, а, должно быть обязательно избираемым, в обязательном порядке и никаких там совмещений с госдолжностями быть не должно. Причем избираем теми жителями, которые прямым, не косвенно, не через там. Второй момент. Четко закрепить, ну, назовем ее так, налогооблагаемую базу для данного конкретного местного самоуправления и чтобы ее никто не мог отнять. Вячеслав Анатольевич. Ну, я бы сказал, наверное, вот что. Что все-таки та модель местного самоуправления, которая сегодня реализуется у нас и которая, кстати, в основном рассматривалась и сегодня у нас за круглым салом, это все-таки модель городского местного самоуправления. Я бы даже сказал, в большей степени адекватной малым и средним городам. Уже в крупных городах есть большие проблемы. В сельской местности вообще все по-другому. Мне кажется, значительная часть... Это три модели вообще. получать налоги, но и реально заниматься этой хозяйственной деятельностью. Итак, первая просьба дать поручение правительству внести в Государственную Думу закон, который исключает возможность индивидуальных решений для городов федерального значения. Кстати говоря, ремарка, тоже не входящая во время диалога с Владимиром Владимировичем. Хочу обратить ваше внимание, что по новому законодательству, начиная с 1 января 2006 года, вводятся уровни местного самоуправления. И поэтому эта специфика может быть учтена, о которой здесь говорили. И второе. Все налогообложение малого и среднего предпринимательства передать местному самоуправлению первому уровню, о котором я сейчас говорил. Вот это отдайте. Нормативы ставки. Отдайте все туда. На федеральном уровне несколько раз пытались. Получается, как всегда. Спасибо, Владимир Владимирович, за аудиторию. Причисло, Меджи. Я бы добавил к тому, что мои дорогие коллеги говорили две вещи. Я бы особенно акцентировал все-таки необходимость перевода вопроса налога на доход по месту жительства. Это вообще фундамент. не по месту службы, не по месту работы, не по месту жительства. И второе. Поскольку в любом случае налоговых средств недостаточно, чрезвычайно важен фонд, конкурс, программ муниципальных образований с сильной поддержкой, сильных проектов, с независимой, желательно международной экспертизой этих проектов. это было бы толчком возможным, посильным и довольно быстрым. Возможно, кому-то покажется, что сегодня разговор был очень хаотичный. И, наверное, он таким и был. Но это был очень важный разговор, очень много важных тем затронуто. И в конечном итоге местное самоуправление действительно такой фундамент государства, на котором оно может стоять, если это хороший фундамент, стоять тысячелетиями. А если его нет, чтобы какие бы причины не назывались, почему его сейчас не нужно, и там не нужно будет через пять лет, то любая империя, любая демократия, любая тоталитарная система, любая анархическая система рано или поздно рухнет, и скорее рано, чем поздно. Потому что местное самоуправление это жизни конкретных людей. Либо хорошая, хорошая жизнь, либо плохая. Поэтому я думаю, что к этой теме в тех или иных его поворотах мы еще будем возвращаться. А пока до свидания, до новых встреч в передаче «Что делать?» Увидимся через неделю. Спасибо.